Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам прочитаю произведение о несчастной любви, которое называется «Мара». С помощью этой книжки можно гадать. Выберите цифру от 8 до 50, напишите в комментариях. Я открою книжку на странице, номер которой вы выбрали. Прочитаю произведение и создам вам видеопророчество, опубликую на своем канале. Оно будет как раз вам предсказывать будущее. Хочу продолжить с вами знакомство. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас любимый день недели. Какие же дураки эти мужчины? Разве я не хороша? Не волшебна? Разве не молода? И почему они такие глупые? Сколько живу, не понимаю. Говорят от природы. И зачем такая природа? Это началось еще в детском саду. Наша группа завтракала, мы разговаривали о чем-то своем непонятным воспитателям. Я уже не помню почему, но Олег начал бегать вокруг стола, за которым мы сидели, и целовать всех девушек. Я думала, он и меня поцелует. Не поцеловал. У меня как раз росли зубы. Росли, росли и не останавливались. Врачи сказали, что такое бывает, это какая-то болезнь. Родители водили меня к стоматологу, чтобы он их спиливал. Так у меня появились клыки. В школе мне было скучно. Все кого-то любили, чтобы не выделяться среди других. Я сказала девчонкам, что мне нравится Володя. Ради шутки. Конечно, они ему рассказали, и он об этом узнал. Но никак не отреагировал. Тогда я заболела на ветрянку. Пролежала 8 дней дома, а пузырьки не исчезли. В пятом классе я прислала Диме, первому красавцу нашего класса, Валентинку. И он поблагодарил. И на этом спасибо Дмитрию в моей жизни и закончился. У многих девушек на теле растут волосы, а у меня от безразличия Димы выросло перья. Я его выщипывала. Врачи сказали, что такое бывает, это просто генетическая аномалия. Я же красивая, действительно. И почему они не замечают? Мы с Александром познакомились по телефону. Общались полгода, договорились встретиться у магазина. Я хорошо оделась, выщипала перья, подпилила клыки, надела линзы. Пришла к нему навстречу, но ко мне никто не подошел. Я позвонила ему, а он не взял трубку. Он до сих пор ее не берет. С тех пор у меня не голубые глаза, а красные. В десятом классе я решилась и предложила Сергею встречаться. И он согласился. Но чудо не произошло. Мы договорились встретиться после уроков. А когда я вышла, то увидела, как он убегает. Хотела крикнуть, а как же я смогла выдавить из себя лишь ужасное рычание. Так я разучилась говорить. Мама сказала, что я очень красивая и что у меня будет еще много поклонников. Нужно лишь немного подождать. А я уже жду, 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 жду. А их все нет и нет. Или я вам не нравлюсь, ребят? Ну хотя бы одному. Мне аж 20 лет. А я еще ни с кем не встречалась. На втором курсе университета я встретила Женю. Зубы перестали расти. Перья выпала. Пузырьки исчезли. Глаза снова стали голубыми. Единственной проблемой была моя речь. Я боялась, что он испугается, когда поймет, что я уже не умею говорить. А могу только рычать. Но когда он сказал, я люблю тебя. Я не смогла промолчать. Но вместо ожидаемого р-р-р ответила, и я тебя люблю. Свадьбу назначили на 18 декабря. Я была в пышном белом платье, а Евгений в черном костюме. На улице уже темнело, все было сказано. Звучала музыка, длинная фата прирастала мне к плечам, все больше напоминая крылья. Над головой светило нечто очень похожее на нимб. Но Жени не было видно. И я поняла, что и не будет. Бросил. Круг, что светился надо мной, прирос в голове. Разомкнулся, края обострились. Опять появились перья. Местами начала расти чешуя. Глаза покраснели, с пальцев ног и рук вырастали когти. Остались только крылья. Я полетела. Летаю до сих пор. Слышите рачание ночами. Это я. Или я вам не нравлюсь, ребята? Или страшная? Или отвратительная? Или никому не нужна? Вы виноваты, что я теперь мара. Девушки, я ваш страх. Боитесь, что никому не нравитесь? Что парень бросит? Это я. И меня невозможно победить. Потому что меня становится все больше и больше. С каждой девичьей слезой. Вот такая история. Иногда просто действительно бывает не повезло. И от этого невезения люди очень огорчаются. Становятся морами. Наверное, каждый в своей жизни иногда чувствовал себя морой. Напишите в комментариях. А если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек. И до новых встреч.